Шалом! С вами Александр Гульберг. В прошлый раз мы говорили о благодати, и мы говорили о том, что благодать это благоволение Бога. Если кто-то обрел у Бога благодать, это значит, что Бог расположен к этому человеку, человек понравился Богу. И тут, конечно, хочется спросить, а как понравиться Богу? Что для этого надо сказать или сделать? И ответ на этот вопрос нам обычно вначале не нравится, потому что ответ звучит так. Расположить Бога к себе своими действиями невозможно. Божья благосклонность, то есть благодать, всегда не заслужена. И иначе это уже не благодать, а признание наших заслуг. То есть, другими словами, благодать и заслуги – это вещи взаимоисключающие. И в прошлой программе на примерах працев еврейского народа – Авраама, Ицхака и Якова – мы увидели, что Бог выбирает себе совсем не тех людей, которых выбрали бы мы. То же самое можно сказать и о народе Израиля в целом. Писание очень ясно говорит, что Израиль избран Богом не потому, что достоин быть избранным. Послушайте просто несколько стихов из 7 главы книги Второзакония. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства от руки фараона царя египетского. Еще буквально пару стихов из главы 9. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землей, ибо ты народ жестоковый, говорит нам Тарам. Все сказано очень ясно. У народа Израиля нет ни количественных достоинств, то есть мы не многочисленный народ, ни качественных, мы народ жестоковый, говорит о нас Господь. Народ маленький и жестоковый, то есть упрямый. И вот именно этот маленький и упрямый, непокорный народ Бог избирает себе. Почему? Ответ по благодати. То есть по его собственной необъяснимой любви и по верности обещаниям данным прадцам Аврааму, Исхаку и Иакову. Благодать сопровождает Израиль с самого его рождения. Почему Бог вывел народ из Египта? Может быть за то, что евреи чтили его там? Читая книгу Шмот, то есть исход, мы можем понять, что в народе сохранилось предание об Аврааме, Исхаке и Иакове, и об их Боге. Но о том, что евреи чтили этого Бога, живя в Египте, не сказано ровным счетом ничего. Однако вот что сказано очень ясно. И стинали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стинание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Это во второй главе книги Исход. И дальше в третий. «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от его приставников. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывезти его из земли сей в землю Феризеев, Евеев и Ивусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, говорит Господь Моисею, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». Во всех этих стихах мы видим, что повторяется одно и то же – стинание, вопль. Даже не молитва Богу, а просто вопль. То есть исход совершился исключительно по милости Бога к страдающим рабам. И по его верности к тому завету, который он раньше, 400 лет тому назад, даже больше, заключился отцами Аврамом, Исаком и Иаковом. Интересно, что и после исхода Бог продолжает сохранять за собой полное право действовать в нашей истории, не спрашивая нас и не глядя на наши заслуги или на наши грехи, то есть на полное отсутствие наших заслуг. Он действует очень часто исключительно по своему собственному расположению и по своему собственному расписанию. Например, когда пророк Езекииль описывает будущее восстановления народа, в этом описании нет и намека на то, что первый шаг к Богу сделает народ, который раскается в своих грехах. Хотя именно этого, казалось бы, можно было бы ожидать, потому что ведь Тарак как раз пишет о том, что прежде чем народ вернется из рассеяния в землю, он обратится к Богу. Вот, например, первые три стиха из 30 главы книги Второзакония. «Когда придут на тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые изложил тебе я, они изложены в 28 главе книги Второзакония, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Однако посмотрите, что пишет Иезекииль, пророк Иезекииль в 36 главе своей книги. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их был перед лицом моим, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, который они проливали на этой земле, за то, что они оскверняли ее идолами своими. Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их». Господь говорит здесь, что рассеяние евреев – это его суд за кровопролитие и идолопоклонство, то есть за дела. К чему этот суд привел? Читаем дальше. «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли его». Израиль обесславил имя Господа. Чем? Тем, что, будучи народом Бога, Израиль не чтит его. Окружающие смотрят и говорят, вот, посмотрите, вот этот так называемый народ Божий, который поселился по соседству с нами, ничем не отличается от нас. Как вы думаете, как реагирует на такие слова сам Господь? 21 стих. «И пожалел я святое имя мое, говорит Господь, который обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я явлю на вас святость мою перед глазами их». Каким же образом Господь намерен явить на евреях свою святость? Судя по тому, что написано во второзаконии, можно подумать, что живущие в рассеянии евреи, они раскаются в своих грехах, и тогда Господь возвратит их в их землю. Но послушайте Езекииле дальше. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». И здесь последовательность, если вы обратили внимание, последовательность Божьих действий полностью противоположна. «Сначала возвращение в землю, физическое восстановление Израиля, и лишь затем духовное возрождение». Тот же самый порядок мы увидим в следующей главе, в 37 главе, где описывается знаменитое введение о сухих костях. Я прочитаю отрывок, послушайте его внимательно. Это очень живописная картина того, как Бог действует среди нашего народа, и я верю, что это действие происходит прямо сегодня. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и они весьма сухие. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи, может, Ты знаешь это? И сказал мне, из реки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, «Слушайте слово Господи». Так говорит Господь Бог костям Сим. «Я введу вас в воздух, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожу, и введу вас в воздух, и оживете, и узнаете, что я Господь». «Я изрек пророчество, как поверено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движения, и стали сближаться кость с костью». Представляете себе, как это происходит? «И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». «Тогда сказал мне он, изреки пророчество Духу, изреки пророчество Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». «Я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги своей весьма-весьма великое полчища». Что мы с вами здесь видим? Мы видим, что сначала сухие кости сближаются друг с другом, они формируют скелеты, потом на этих костях появляются связки, появляются мышцы, то есть жилы, как говорит Эзекиил, но эти тела по-прежнему еще мертвы. И лишь затем в них входит Дух, и они оживают. Кстати, это тот же самый порядок, что при сотворении, когда мы с вами читаем книгу Бытье, мы видим, что Господь сначала сотворил человеческое тело, и потом, лишь только потом, вдохнул в это тело Дух. Так что здесь своего рода описывает Эзекиил новое творение. Но о ком все это сказано? Сказал мне, «Сын человеческий Костиси, весь дом Израилев». Что мы с вами видим сегодня в государстве Израиля? Здесь собрались евреи со всего мира, с самых разных стран, и большинство из них все еще не верят в Иешуа. На самом деле, верить сегодня в Иешуа здесь, в Израиле, всего лишь горстка. Наш не так много. И массы христиан смотрят и говорят, «Хм, Бог тут абсолютно ни при чем». В Таре сказано, что земля дана этому народу для того, чтобы, живя в ней, он соблюдал заповеди. А сегодняшние израильтяне, посмотрите на них, они сплошь и рядом даже не интересуются никакими заповедями. Да и основатели Израиля, если почитать историю, что мы увидим, они были абсолютно светские люди, не верующие в Бога. Это были социалисты, восхищавшиеся Лениным и Сталином. Что мы на это ответим? Мы ответим вот что. Да, с фактами вы знакомы, но с выводами вы поспешили. Вероятно, вы не читали слова Езекииля о том, что Бог соберет сюда сухие кости. То есть, людей, не имеющих духа, духовно мертвых и действительно совершенно не заслуживающих. Вы абсолютно правы. Совершенно не заслуживающих этой чести жить в земле Израиля. Вы также не замечаете, скажем мы, израильских мессианских евреев, тех, в ком уже есть дух, и кто уже является исполнением этого пророчества. Особенно тех, кто пришел к вере в Мессию здесь, в этой земле, после возвращения. Израильсения, как и предсказал пророк. Не считали вы, по-видимому, и слова Иеремии, который сказал, «Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делают», говорит Господь. Да, Бог смотрит на наши дела. И Он имеет полное право судить нас по нашим делам. Но Он также Бог благодати, который действует в нашей жизни, несмотря на наши дела. И христиане, по идее, должны быть знакомы с благодатью. Но, конечно, если благодать только для христиан, а евреям только закон, то и у нас получится то же, что у них. Смотрим в книгу, а видим, продолжите сами. То есть совсем не то, что в ней написано. Наш разговор о благодати только начинается. Мы продолжим его на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин